доброго времени суток всем кто заглянул на мой канал у меня сегодня третья часть скучного болтологического видео так что кто не любит такие видео сразу выключайте не тратите время сегодня я буду рассказывать следующие шаги необходимо для того чтобы взять ребенка в семью но прежде чем буду рассказывать я хочу показать в кадр вот книжку о которой я говорила она вот так выглядит анна гайкалова день 9 здесь немножечко об авторе книги такая немаленькая книжечка не и никита во владимире заказывал ему там курьер привозил здесь у нас я не смогла заказать сюда так что я не знаю кто если как найдет в принципе в магазинах она есть книжных в интернет магазинах и в крупные города там курьером без проблем доставляют наш город только на можно было наложенным платежом я не люблю лишние деньги прячь вот так сделали нам бы владел никита заказал так очень сегодня у нас к врачом немножко буду подсматривать чтобы тоже остапа не понесло чтобы лишним не наболтать в общем наши пр закончились занятия я отправилась в опеку еще раз мне снова дали список необходимых документов которые нужно собрать для того чтобы оформить разрешение на опеку нужно сказать что к тому списку который есть на сайте у нас почему-то было добавлено еще по моему два или три пункта точно был добавлен пункт копии свидетельства о собственности я этого на сайте не видела для опеки это по моему не нужно а также еще справку а не справку характеристику с места работы в общем ну в принципе то ничего сложного нет но зачастую требуют некоторые документы которые не указываются в официальном перечне самое сложное вот для меня на тот момент это был мед осмотр потому что справки справками бумажки бумажками даже справку несудимости это просто пришел в мвд заказал ее а сейчас еще и офис мои документы вот открылся там сейчас наверное все заказывают тогда не было этого нужно было прийти к секретарю мы делали заказ на эту справку в общем она где-то в течение 30 дней делалось и действует справка год он не судимости которые а вот мед осмотр действует полгода так что нужно быть внимательнее ну почему сложный мед осмотр потому что очереди в поликлиниках никто не отменял у нас не было тогда еще электронной записи как сейчас существует сейчас у нас есть какой-то там единый телефон по которому мы записываемся на приемах специалистом или к терапевту вот тогда этого не было были живые очереди нужно было отсидеть вот эти все в каждый кабинет больных людей очень много и тратилось очень приличное время у меня на это все не нужно забывать что мы работаем сами на себя конечно но рабочее время нас тоже дорого стоит в общем я сдала нужные анализы стала проходить не выходе специалистов которые были указаны в списке многие участливо спрашивали и вы родственников забираете да что-то случилось нет ни родственников я вообще еще никого не забираю я просто готовлю документы зачем вам это надо в общем вот вопрос был такой зачем вам это надо ну я сначала что-то там лепетала пыталась нам что-то говорить после первого специалиста потом пришла посмотрела опять переписку с девочками вот с приемными мне очень понравилась там одна мамочка такая на боевая она говорит а я оставлю людей в неловкое положение своими ответами думаю я тоже такое вытворю в общем второго специалиста я сказала что таким серьезным лицом понимаете это мой гражданский долг это мой человеческий долг в общем вопросов больше не было так что если вас тоже мучают такие вопросы придумайте заранее такой ответ после которого вам этих вопросов задавать не будут на самом деле эти вопросы они еще раз ранят и выглядят для меня например ну чисто нелепыми человек говорить я не понимаю ну и не надо если ты не понимаешь значит и не нужно этого раз не понимаешь придет время каждый человек понимает что-то свое да и если я не понимаю другого человека то значит так и надо в общем психиатра еще был тоже вопрос такой необычный странный я бы сказала она меня спрашивает почему у вас нет маникюра в ногтях почему у меня нет маникюра у меня никогда его не было а нафига мне нужен маникюр у меня грядки у меня рукодель у меня постоянно руки в клею постоянно я их колю пальцами иголками еще и ногти накрашенные будут да мне лапа будет мешаться в общем я тут же вот моментально у меня в мозгу так прокрутилась думаю нужно ответить так же чтобы она тоже больше не спрашивала ну я и говорю вы знаете говорю я ногти не грызу и мне маникюр не нужен я посмотрела тоже больше ничего не задавала написала мне подписала мне все эти бумаги и только в дверях не говорит еще раз подумайте пожалуйста что вы делаете хорошо обязательно до свидания явность пошла дальше нужно было еще брать справку из онкодиспансера о том что я не состою на учете по онкозаболеваниям потому что если у человека онкологическое заболевание то опеку ему не оформят есть перечень заболеваний он перечислен в приложении к закону об опеке в опечительстве в общем по ряду этого перечня ребенка под опеку не дадут онкозаболеваниям в том числе и вот нужно было мне взять такую справку сразу что хочется отметить вот мы жители маленьких таких городков зависим вот от всего этого нам очень трудно в каком плане в том что онкодиспансер у нас находится в областном центре в городе есть онколог но таких справок он не дает о том что я не состою на учете например да мне пришлось брать выходной день у себя как говорится и ехать в иваново может быть сейчас вот упростили уже эту процедуру я конечно не знаю сейчас я перелесну извиняюсь я немножечко подсматриваю вот а тогда мне пришлось конечно по коридорам побегать долго я ждала главврача когда он освободиться а у него значит во первых очередь из пациентов кто-то там на операции кто-то еще на что-то я особо не вникала во первых там такая обстановка была длине очень тяжелая плюс у него какие-то совещания может быть там то пятиминутка то куда-то его вызвали то какой-то у него телефонный разговор был очень серьезный я понимаю учреждение такое серьезное вот хорошо что секретарь вот она поняла что мне просто подписать документ нужен да чисто вот формальная взять заглянуть в компьютер что я там не состою и выдать мне такую справку все причем не было врач нужен был я вот этого не понимаю в общем 6 30 я даже записала время у меня там где-то записано было вот я нашла эти записи 6 30 до 12 10 я оформляла эту справку одну одну справку вот ну как я уже говорю плюс я человек впечатлительный впитываю все как губка насмотрелась я там вот на этих обреченных людей у них уже понимаете в глазах вот это вот обречение такое очень тяжело я весь день потом была как ватная мне плохо было ну почему нельзя заказать вот эту справку и просто приехать ее взять например даже если раз уж нельзя в кинешме да вот у нас где я живу то хотя бы так вот в ванную я бы позвонила сказал вот я такого числа приеду оформите меня пожалуйста вот мои данные такие это давайте аналитронную почту их пришлю до свои данные нет этого все не было нужно было в живую ехать и оформлять и вот потом я два дня пыталась попасть заведующей поликлиникой у нас в городе весна на тот момент была у нас когда я оформляла медицинский медицинский досмотр за что ее в иванова вызывает то у нее какие-то тоже совещание то у нее отгул взят то вдруг у нее какая-то там пятиминутка и это несмотря на то что у нее приемное время вот сейчас например время приема людей я не знаю на там как доктор работает или нет но вот у нее время было приемное как администратора да у людей тоже разное кому-то там больничный сложную кого-то там еще что-то кому-то направление нужно в разные там другие может быть города взять вот и вот эта очередь ждет ее в общем на два дня и над потратила затем нужно было ехать другое место нашем городе уже в цербе главврачу печать ставить потому что тут у нас значит заведующей поликлиникой ставить свою печать а самая главная печать находится в другом месте его тоже нет сказали что заведующие поликлиники одного из районов выполняет его обязанности послали туда я поехала туда там ждала два часа вот ну почему такие сложности я не понимаю ну почему нельзя вот это все упростить да для вот для опекунов зачем нужно вот этот ну я считаю форт боярт какой-то да может смотреть раньше была такая передача в общем да еще вот я уже говорила в это важно медицинская справка она действует полгода и если за это время не будут оформлены документы на опеку или усыновление да то придется все повторить весь этот бегунок потому что медицинская справка действует полгода вот в общем такое впечатление что все вот эти выдуманные трудности специально создаются для кандидатов а вдруг мы передумаем вот ну впрочем это может быть лично мое мнение у кого-то это может прошло так вот нура гладко меня нет мы побегали так ну что на этом я сегодня закончу не буду сильно длинна рассказывать следующем видео я расскажу о том как мне оформляли разрешение на опеку и как мы уже конкретно этих вот деток которые мы приняли как мы их искать а сегодня я со всем прощаюсь желаю всем хорошего настроения здоровья прежде всего желаю терпения благополучия в общем всего вам доброго